Бокс в лицах Бокс в лицах Бокс в лицах владел титулом чемпиона мира по боксу в супер легком весе прозвище сибирские рокки женат воспитывает сына быть женой чемпиона мира могу даже представить настолько тяжело даже не могу рассказать что иногда порой даже вот ребенок у нас скучает по нему очень сильно тяжело но супруг меня успокаивает что когда-нибудь это все закончится и что мы будем вместе и будем как единое целое вместе отдыхать куда-то есть и путешествовать но сегодня день руслана расписан по минутам его ждут и встречают поклонники бокса по всей россии я не перестаю удивляться этому человеку по сей день поверьте в хорошем смысле этого слова потому что я говорю руслан вроде времени у него да можно дома лежать отдыхать и готовиться к следующему бою там но не думает он по всей красе и колесит конечно устает это сто процентов как бы он там не говорил но тем не менее он открытый и мне это очень сильно нравится мне он действительно добрый искренний как человек у у него принципе жизни очень хорошие ведь он не только как боксер состоялся но и его нужно послушать как человека у него очень богатый внутренний мир честно говоря хотела начать наш разговор несколько с другого вопроса но вот я смотрю что ты фотографируешься со всеми своими поклонниками скажи пожалуйста как у тебя хватает душевных сил на это все это часть моей работы это моя скажем так обязанность поэтому эти люди за меня болеют переживают я обязан с ними сфотографироваться то есть поэтому это часть моей работы вот и все вот и сегодня в качестве почетного гостя на турнире в Перми скажи пожалуйста а когда есть свободное время бокс вообще смотришь по телевизору нет 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 я в основном время вообще очень редко смотрю и мне даже порой какие-то бои говорят вот завтра будет там это раз я опа то есть я даже удивляюсь потому что я не слежу очень редко так отслежу какие-то бои там если кто-то и из друзей из ребят знакомых там какие-то принципиальные бои которые мне интересны я вот как-то а так сам вообще вот по вселенной жизни я забываю что очень много передвижения очень много общения вот сегодня я был в суворовском училище я стараюсь максимально быть доступен для всех и никому не отказывать по возможности если люди ну просят как-то вот если я могу чем-то помочь там то ради бога тем более вот суворовское училище я приехал пообщался с их командиром они хотят открытом отделение бокса имени Руслана Проводникова я говорю да вот прям в суворовском училище я говорю для меня это будет большая честь здесь откроется я говорю обещаю что привезти туда что-нибудь ну там какой-то подарок вот я говорю вот следующий бой говорю пообещал сейчас тоже здесь заявляю что вот следующий бой который пройдет форму с этого боя я передам в это суворовское училище ждите ждите ребята сегодня Руслан Проводников топовый боксер в мире его бои транслируются на лучших телеканалах он вводит дружбу со звездами Голливуда этого он добился благодаря исключительно своему упорству и трудолюбию поклонники бокса заметили его бескомпромиссные и зрелищные бои так широкую известность проводников получил после поединка с Тимоти Брэдли чемпионом мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях все мы знаем бой с Тимоти Брэдли он просто выпал для нас это был наверное я как сейчас помню для нас это был как какой-то ну шанс просто засветиться но мы были уверены что для нас это очень тяжелый бой и что Руслан всего лишь оппонент Руслан естественно всегда за любой бой то есть его даже спрашивать не надо он самый для него его путь это самый рискованный путь то есть он сразу сказал я готов он даже не спросил вообще за какие деньги как что будет он сказал я буду драться ну естественно мы могли его остановить мы приняли решение дать ему возможность это сделать и пообещали ему что мы сделаем все возможное для того чтобы шанс вот этот шанс 30 процентов увеличить максимально я позвонил Фредди это вот как раз Руслан только начинал с ним работать я позвонил Фредди нам предложить такой бой мы хотим драться мы хотим чтобы ты его готовил полноценно то есть мы хотим выиграть этот бой Фредди сразу сказал нет проблем я вас жду прилетайте наняли тренеров физподготовки тогда начали потихоньку уже советоваться с диетологами с фармакологами ну то чтобы все максимально было четко и правильно там даже времени было не так много на подготовку то есть полноценно только восемь недель у нас тогда потому 6 или 7 недель оставалось до боя всегда серьезные бойцы они такие условия ставят специально чтобы ну вот оппоненту дать еще меньше шансов но ничего мы подготовились и это это был бой года как мы знаем Руслану Руслану вручили Майк Тайсон вручал премию боя года это был первый российский боксер который участвовал в этой номинации даже не то что выиграл это звание и на самом деле мое мнение что Руслан выиграл тот бой то есть и многие согласятся У меня выпал шанс там слетать в Америку вот думаю да я съезжу в тот зал бокса просто увижу парня этого и просто пожму ему руку за то что он ну вот такой вот это ну такой наш бескомпромиссный боец такой ну вот прям вообще ему приехал я в этот зал но первым я увидел не Руслана его менеджера Вадима Корнилова кстати очень хороший парень вот то есть видимо хорошие люди они как-то ну вот так ну как я просматриваю у них команда такая хороших ребят вот и он мне такой ответил ну Руслана пока нет но он скоро приедет на подготовку вот и я обязательно тебя с ним познакомлю спустя время приехал приехал Руслан я захожу в зал где там тренируются и Руслан там и Мэни Пакияо но у них там отдельное помещение я захожу играет наша русская музыка в Америке представляете там Цо или там еще кто-то и такая прям энергетика стоит и захожу и прямо я не знаю земля что ли под ним дрожит там лапы бьет с такой силой там я такой вот но наш русский дух приехал В разное время мы встречались с Русланом Проводниковым и с его супругой Натальей и задавали им одни и те же вопросы простые житейские вопросы про Руслана Проводникова и вот что у нас получилось Таша здравствуй рада видеть тебя в нашей программе мы подготовили для тебя небольшой блиц опрос о Руслане итак первый вопрос любимый цвет Руслана думаю что зеленый мой любимый цвет это черный золотым и очень очень нравится мне сочетание у меня всегда так по жизни из крайности в крайности или или так же как наверное не знаю специально не специально в бою тоже так же всегда или или как бы или ты либо тебя как ты думаешь что он выберет чай или кофе чай 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 потому что больше мне кажется все таки чай более полезен его любимое время суток период подготовки любит отдыхать и получается до обеда есть у него если есть возможность он отдыхает после обеда он уже как бы на тренировочные сборы то есть я скорее всего до обеда утро утро так как нравится мне утром тренироваться с утра когда ты утром выходишь еще никого нет и ты приходишь в зал тоже никого нет то есть тишина в день ты можешь как бы остаться самим собой поставить музыку наушника включить какую-нибудь и споку то есть пробежаться часовую тренировку провести там кардио допустим побегать на дорожке вот а уже после тренировки ты выходишь смотришь как уже все оживает все просыпаются то есть а ты уже бодрый любимый актер раслана микки рурк вот непосредственно был стивен сегал и вот сельвестра сталлона у него расел кровь один из любимых фильмов с его участием это конечно ногдаун вот ну у меня вообще очень много фильмов которые мне нравятся его участие тот же гладиатор игры разума много фильмов то есть но вот один из любимых моих это ногдаун который я уже как традиция пересмотрю перед каждым боем за несколько часов до боя до часа за два народа выезда на арену я всегда его смотрю то есть это я уже сбился с количества украсть его смотрел наизусть практически каждую фразу знаю чтобы руслан взял с собой на необитаемый остров одну вещь назови пожалуйста чтобы взял с собой думаю может быть перчатки боксерские либо спички книгу либо стихотворение любимое блюдо раслана он любит мясо я думаю что курица говядина вот такие вот мясные блюда человек северный вырос на севере я еще по национальности манси поэтому и вообще мясо рыба это наша традиционная пища люблю сырое мясо люблю сырое рыбу сырую то есть мороженую то есть для меня это вообще порядке вещей то есть я домой приезжаю порой даже вот в охоточку соскучишься и хочется вот там допустим ту же печень олень оленины печень оленя свежезамороженную там настрогаешь и это как это очень вкусно и полезно что руслан любит делать своими руками я думаю что готовит но это тоже бывает очень редко он любит все готовит практически мне нравится снег убирать и нравится не просто снег убирать нравится это делать на своим сыном то есть выходить и чистить снег тем самым пока прививать его к работе то есть стараться трудиться его вот как это привить любовь как не своим собственным примером то есть я не просто его там отправляем говорим иди почистить хотя он еще семь летом я выхожу и чищу вместе с ним делаем это на оба с удовольствием и он сам всегда просит даже когда мы идем со школы уже возвращается он я его забираю со школы привели папа снег выплотно здесь на стене почти все давай переодевайся и пойдем почистить снег как ты думаешь какое его самое любимое место любимый уголок на этой земле березово дом стоит березовский район знаете я много где бываю немного где нравится но все-таки мое любимое место это мой любимый все вот березово я родился где вырос и где живут живут живет моя семья вообще все любимые мною люди березово ну и игра вообще все уже не разделяю березовой то есть игра играет в общем целом моя родина где бы я не был куда бы я не уезжал всегда возвращаясь туда я всегда по этому месту скучаю и там только там я себя чувствую хорошо небольшой поселок в ханты-мансийском автономном округе под названием березово теперь знают поклонники бокса по всему миру о нем заговорили когда руслан проводников стал чемпионом мира по боксу именно там на родине боксера живет его семья в том числе и супруга наталья сыном иваном знаете за любимым человеком можно пойти хоть на край света вот могу сказать так что легко ли мне березово ну сказать что легко как бы можно сказать что сложный но и порой бывает когда кто-то тебя не поддерживает сейчас у меня конечно сейчас у меня есть любимая работа есть непосредственно родители супруга которые безусловно меня там обожают любят и они безусловно очень сильно помогают поначалу конечно да было тяжело тяжело никого не знаешь все как-то смотрят на тебя издалека а потом уже по прошедшему прошедшему времени уже все конечно же как своя очень трепетно очень уважительно относится к своей любимой женщине вот ивана он также сына своего очень сильно любит но при всей вот этой любви он старается вот как бы не показывать не баловать его там не дарить какие-то игрушки то есть он все равно дает ему понять что парень ты такой же как и все во дворе иван и руслан они очень похожи и на и порой мне кажется что они как бы единое целое просто руслан мне кажется это вот маленький иван папа для него это конечно если папа приехал если папа спит у ваня ходит на носочках если папа кушает у баня практически молчит иногда конечно шалили а так конечно папа папа мы приезжаем бросается к нему на шее он очень скучает по нему очень не хватает не знаю что ваня это такой же парень с березово как и руслан и я знаю что руслан его воспитывает именно тех же принципах тех же условиях которых воспитывали его поэтому я знаю что что из него получится то есть я знаю какой это человек в нем нет ничего лишнего то есть в нем нет он не заражен тем чем нынешние годы некоторым людям приходится проходить так скажем городской жизни и многие как бы что-то наверно частичку себя теряет в этом мое мнение то есть поэтому мы как-то ужинали или обедали имя наталья сказала вот мы хотим ваньку покрестить думали вот хотели спросить не хотел бы ты стать его крестом я бы хотел бы на этих кадрах сын руслана иван еще совсем маленький сейчас мальчику уже семь лет он учится в первом классе папа для него пример во всем однако и руслан и наталья не хотят чтобы сын занимался профессиональным боксом бокс это настолько серьезный вид спорта что я иногда порой очень страшно становится когда там можно зашивать кран нет я думаю что я лучше берегу свою саму сам же руслан против чтобы он пошел в бокс потому что он же понимает как это тяжелый путь много крови там много всего то есть травм как бы он не хочет и любой родитель хочет как бы лучшего для своих детей руслана просто своей жизни был только лишь один выбор идти по этому пути и все то есть другого пути на тот момент у него не было вот а понимает что война сейчас немножко ну разные есть пути разные дороги он может в разных дорогах ему помочь но иван смотрит на своего папу смотрит на его авторитетность и он никого не слушая все равно идет на бокс я вот уже знаю он провел три боя даже руслан где-то говорит ваньки победу не отдавайте даже уже на этом этапе он его пытается как бы что это будет непросто хотя все вани бои видел все три боя он все три боя выиграл но там поднимают ничью то есть он говорит это же дети чем там кого-то сейчас выделять к детям у руслана особое отношение он активно помогает развиваться детскому спорту недаром первый зал бокса имени проводникова открылся на базе детского дома в городе нижнем тагиле вадим меня познакомил с русланом когда он стал чемпионом мира это было 2013 году и я уже после этого уже у меня в голове возникла идея что я считаю что этот человек заслужил своими именно принципами жизни что этот зал должен существовать то что он получился именно так звезды совпали в детском доме это действительно удача я руслана привез ровно два года назад сюда это было 30 декабря как сейчас помню за один день до нового года все увидел здесь именно то что детский дом церковь и говорится здесь остаемся здесь будем делать идея оказалась настолько привлекательной что филиалы зала заручились открыть в березово на родине боксера в уфе тюмени краснодаре и даже в ереване дети бегут к нему дети чувствуют все равно то что конечно у него присутствует мужской стержень то что это видно абсолютно то что такой человек что но к детям он абсолютно очень искренне добр отзывчив он всегда с ними разговаривает общается отвечать на вопросы даже вот руслан просто не смог присутствовать у нас на новогоднем турнире был основной турнир по боксу руслан к сожалению своей занятости не смог присутствовать но он оставил призы подарки купил всем детям кубки мы приехали от его имени поздравили поднявшись руслан никогда не забывает свои корни он часто повторяет что старается помогать своим землякам а это можно сделать через общественную деятельность мы общаемся с депутатами депутаты уже предложили возглавить ассамблею коренных народов получается непосредственно кому руслан уже как бы непосредственно принадлежит у него национальность манси я думаю да с моей стороны я ему тоже помогу если что-то надо непосредственно его поддержу при его таком величии в боксе до той вершины которую он достиг он остается все-таки обычным человеком то есть может также шутить также радоваться жизни то есть ну как мы все вот все кто вокруг то есть вот он такой же простой человек и никак он себя не считает что он там какой-то там мега звезда там чего-то он там сделал да он говорит был этап моей жизни там яркий но это же было уже в прошлом надо жить сегодня то есть смотреть будущее продолжать дальше что-то делать вот и все в последнее время перед русланом стала серьезная проблема многие боксеры отказываются выходить с ним в ринг и за этого найти соперника становится все труднее и труднее это в первую очередь все происходит из-за его стиля то что руслан заставляет выкладываться своих соперников на все 150 процентов и все это понимает выходя заранее на ринг чтобы им придется столкнуться с машины которую не остановить правильно свое время был такой артур агате и говорит что меня только нужно уронить иначе я все равно встану и закончил свою работу руслан такой же агрессор и посмотрите для у нас очень хороших классных боксеров да есть александр поветкин и сергей ковалев который показывает превосходный бокс но при всем уважении боксеров я думаю что руслан и является бог самый зрелищный на что люди будут идти всегда люди приходят на бокс у них все равно ассоциация с боксом это драка так же как от майкл баффер и говорит приготовимся к драке и ждут многие сейчас в боксу приходит и отрабатывает только за свои гонорары но не хотят запомниться в отличие с руслан же в первую очередь видно что он боксирует за свою личность то чтобы ему не было стыдно не только за себя но и за свой народ который в него любят верит ждет ведь не зря его дали такое прозвище народный чемпион ведь никому не дает но все на руб любители бокса были в курсе что следили за новостями что очень долгое время не могли найти соперника с даты были проблемы что никто из соперников просто не мог не хотел со мной драться ну вот сейчас не так давно мне шоу тайм сделали предложение подписать контакт на три боя ну и дали дату на 11 июня нашли соперника но я считаю что достаточно серьезный соперник опасный один из его боев был признан боем года 2014 так что 11 июня штате нью-йорке город верона состоится мой бой жена малина я же постараюсь вас как всегда не огорчать и чтобы вам не было стыдно за меня сделаю все чтобы выиграть спасибо вам все живое слабое метр отмечается с ранних пор если не был бы я и поэтому то наверно вы мошенник келор кудысялый скоростный всех мальчицек всегда герой часто часто с разбитым носом приходил я всегда дома и настречу напуганной маме я среди пусть кривой рот ничего я споткнулся от камня это за там и все же живет как тогда я отважный и гордый только новым и брыжет шаг если раньше мне били в морду то теперь все в крови душа и теперь говорю я не маме а в чужой и хохочущий сброд ничего я споткнулся камень и так завтра мы все заживет посмотрите пожалуйста на эту фотографию узнаете человека который здесь изображен ну из руки вверх а по-моему это он это самое возглавить сейчас гвардию национальная нет по самбо чемпион какой-то и не помню как его зовут ну это из камень и клапа или как его а бокса да да как забыл похож да ну да а а